Итак, вначале о результатах рейда ФМС, проведенного в одном из крупных продуктовых магазинов на юго-западе Москвы. Утром инспекторы пришли с проверкой в супермаркет на профсоюзной улице и выяснилось, что многие работники не могут предъявить ни паспортов, ни трудовых патентов. Более того, по документам все они числятся уборщиками. Подробности у Дмитрия Блиникова. Двери магазина «Магнит» на профсоюзной улице открылись, как обычно, ровно в 9 часов утра. Вместе с покупателями инспекторы миграционной службы спешили в зал, чтобы поближе познакомиться с продавцами и менеджерами. Но так общаться захотели не все. Большинство сотрудников при виде людей в красных жилетках бросались в рассыпную. Пока персонал метался между тележек покупателей, пытаясь укрыться в подсобках, охранники как могли отвлекали инспекторов. Кто-то бессмысленными вопросами, а кто-то не стеснялся пускать в ход и кулаки. Вы, наверное, ее пытались спрятать. Я вообще сам в кабинет к себе ишел. А зачем меня толкали? Я к себе в кабинет ишел. Я не знаю, кто вас, откуда он ишел. А, я тоже не знаю. Документы у вас есть? Разрешительные патенты. В итоге беглецов, выходцев из Азиатских республик поймали. Они долго отказывались говорить и всем видом показывали, что их очень обижают. Вопросы инспекторов. Разрешение есть? Патент? Нет, я гражданка России. Гражданка России, а вот документы на гражданке есть? Паспорт. Дальше обычно следовала неловкая пауза. Вспомнить, где находятся их паспорта и лицензии на торговлю смогли лишь единицы. Самое интересное началось дальше. В огромном магазине инспекторы не нашли ни одного человека в должности продавца. Давно здесь работаете? Три месяца. Три месяца? Патент получали? Нет, денег нет. Денег нет. А чем занимаете здесь? Ваши. Оказалось, за прилавками стояли, в подсобках разделывали мясо и делали салаты работники клининговой компании. В данной организации иностранные граждане трудовую деятельность не осуществляют. ЗАУ заключила договор с клининговой компанией, которая привлекает иностранных граждан. Формально для уборки помещения на самом деле продавать, делать салаты, упаковывать продукты. К магазину таким образом никаких претензий, ведь сотрудники не их. Продавцов, тем не менее, задержали. Инспекторам предстоит выяснить их личность. И администрацию магазина не исключено, а штрафуют за нарушение правил торговли. Дмитрий Блиников, Борис Агапов, Николай Лаврухин. Вести. Москва.